Я литератор, художник, в прошлом кандидат в науку, в прошлом деле и так. Вот до меня дошли печальные слухи, что тут что-то творится немысленно, что хотят назначить нового директора. Я была ошарашена, я просто в ужасе. Ну что я могу сказать? Виталия, я как человека плохо знаю, но я его очень хорошо знаю, как очень талантливого художника и как мастер своего дела, как хозяин этой галереи, в которой он делает прекрасные выставки, делает замечательно и профессионально. И я в эту галерею хожу уже многие годы. И я знаю, что самые художники прекрасные, известные, яркие, не внушаются здесь выставляться, считают просто большую честью здесь, так сказать, выставлять свои работы. Короче, говорят, галерея его детища, и когда я узнала, что на нее кто-то претендует, что-то хотят его кем-то заменять, но я считаю, вы знаете, это просто такой цинизм. У меня в голове это не умещается, я просто страдаю, не будучи его ни другом, личным, ни кем. Я просто не нахожу себе места. Ну а вот в вашей жизни эта галерея, какую роль сыграла, что-то привнесла? В галерее я люблю жилпись. Я хожу в галерее, не только в Пушкинский музей, в Теретьяковку, а хожу и в Разнонасовский галерее. Это одна из моих любимых галерей. Вы знаете, сколько сейчас галерей? Очень много, и можно ходить с утра до ночи. Но в эту галерее я хожу все время, потому что здесь, вот сколько я знаю, практически не было ни одной проходной выставки. Ни одной. Одна лучше другой, все замечательные. Это все дело рукой Виталика почувствует, что я говорю, че еще? Монат все устраивает, он всем руководит, он все пропускает, делает, не делает. Я уже не говорю о том, я повторюсь, что он сам замечательный художник. Я не вижу никаких оснований, чтобы здесь чего-то менять. Новых директоров, власть в чего, почему, что. Это просто захватиться, нечего неприличного, неблагородного и взмузительного. Я им фортурую.